Книга «Открытый локом», пятый том, тема Лапкин «Книги», вопрос 1500-й. Не переоцениваете ли вы свои силы, когда выпускаете какие-то материалы, подборки, книги, статьи? Какая есть надежда, что народ правильно вас поймет, и то, над чем трудитесь, принесет пользу людям? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, римлянам 5.5. «Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым, данным нам». Когда через много лет мне удалось собрать материалы крещения на один вкладыш газетный, и это растиражировать за свой счет, то мне казалось, что сейчас люди стрепенутся и пойдет пробуждение, ибо истина им уже известна, и они желают только одного – поступить поистине и спасти свои бессмертные души. Как бы не так, никто почти не шевельнулся. Литургический сон над Россией, и только сектанты колеблют народ. Я сначала думала, что когда выйдет открытый моком третий том, то будет желание у людей познать истину. Но прошло четвертый. И готовим здание Нового Завета с толкованием по святым отцам, а вот и ныне там. Смотрю на полку свою книжную, и стоят редком. Игнатий Бринчанинов, Достоевский, Библия, Зотоуст, житья в ряд выстроить. И что не беспокоит народ? Как было вчера, так и остается ныне. Вот это убитое состояние в живерии, и называю скотомогильником, ничем не прошибешь. Если бы тут не было патриарших храмов, то люди могли бы чем-то интересоваться. А так все они причащаются. Все они будут отпеты, воды наберут прихищение. Зачем им нужно все тревожное, что ведет к перемене? Продолжение следует...